Для анапских спасателей осеннее время не менее напряженная пора, чем лето. Нынешняя осень не стала исключением. Беспечные собиратели лесных даров в поисках грибов и ягод, игнорируя элементарные правила безопасности, порой забираются в такие места, что самостоятельно выбраться уже не могут. Для специалистов анапского отряда Кубань-Спас вызовы, связанные из поисков заблудившихся людей, не редкость. В таких случаях по тревоге стягиваются все силы специальных служб. Так совсем недавно искали пропавшую в лесах Гастагая женщину. В пол-седьмого вечера поступил вызов. Получасовая готовность, весь отряд нужно было собрать. Все собрались в течение получаса, разделились на группы и выдвинулись в соответственный район, который был указан. В данном месте мы развернули осветительные приборы, стоянку, скоординировали свои действия по карте, по GPS. Также была проведена работа, привлечены к работе были сотрудники полиции, родственники, с ними мы переговорили еще раз. Скоординировали план своих действий, район поиска и выдвинулись в соответственном направлении в составе трех групп. Женщину обнаружили спустя почти пять часов ночью, недалеко от станицы Раевская. После оказания необходимой помощи пострадавшая была доставлена в Анапу. В поисках заблудившейся принимали участие несколько десятков человек. Это спасатели, казаки и сотрудники администрации. МЧСники говорят, происшествия можно было избежать, если бы соблюдались элементарные правила безопасности. Отправляясь в лес на прогулку для поиска ягод, грибов, вам необходимо оценивать свои физические возможности. Пожилым людям желательно не уходить далеко от населенных пунктов. Предупредите родных и близких о том, в каком районе вы собираетесь гулять, в какое время планируете вернуться. Возьмите с собой телефон, зарядите его, возьмите дополнительную батарею, если таковая имеется. Необходимо брать с собой спички, нож. Не одевайте камуфляжную одежду, одевайте яркие вещи, вас трудно будет найти в случае вашей потери. Если же вы все-таки заблудились, постарайтесь не паниковать. И помните, чем быстрее вы известите о происшествии экстренной службы, тем выше шанс вернуться из леса живым и невредимым.